Не забудь подписаться, и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день. А сейчас пристегивайся, садись поудобнее, и мы начинаем. Настойчивое утверждение Шри Романе, что сознавание и мысли есть обязательная предпосылка самореализации, вело его к выводу, что все духовные практики, не имеющие этого характерного признака, являются косвенными и неэффективными. Этот путь, внимание, к «я», есть прямой путь, тогда как все остальные косвенные, ибо лишь первый направлен к Атману, остальные к другому. И даже если они подводят к Атману, то только потому, что на конечном этапе переходят на первый путь. который окончательно и ведет к цели. Поэтому, в конце концов, стремящиеся должны встать на него. Так почему же не сделать этого сразу? Зачем тратить время? Иначе говоря, другие техники иногда могут приводить человека к внутреннему состоянию покоя, в котором самовнимание или самосознавание возникает непреднамеренно. Но это кружные пути для достижения Атмана. Шри Рамана утверждал, что другие методы лишь подводят к самоисследованию, и поэтому одобрял их, только если чувствовал у спрашивающего неспособность или нежелание принять самоисследование. Это иллюстрирует диалог в Шри Рамана Гите, ранней коллекции его висит, в котором Шри Рамана детально разъяснял, почему самоисследование является единственным путем к самореализации. Внимательно выслушав объяснение, задавший вопрос все еще не смог принять этого, а потому спросил о наличии каких-либо иных методов осознания Атмана. Шри Рамана ответил, Цель одна и та же, для медитирующего на объекте и для практикующего самоисследование. Один обретает покой посредством медитации, другой — знанием. Один стремится достичь чего-то, другой ищет того, кто стремится достичь. Первый в конце концов тоже приходит к Атману, но за более длительное время. Не желая поколебать веру человека, имеющего известное пристрастие к субъектно-объектной медитации и не склонного принять самоисследование, Шри Бхагван поощрял его применять выбранный метод, говоря, что последний способен привести к Атману. С точки зрения Шри Бхагвана, любой метод лучше, чем отсутствие метода, ибо всегда есть вероятность, что он поведет к самоисследованию. По тем же причинам он и другим посетителям давал много подобных ответов, показывающих, что методы иные, нежели самоисследование или отдача себя, тоже могут привести к самореализации. Их не следует понимать буквально, ибо эти ответы предназначались людям, не интересующимся самоисследованием и желавшим использовать свои собственные методы. Когда же Бхагван беседовал с почитателями, которых не привлекали, как он называл, косвенные методы, то обычно вновь подтверждал, что в конечном счете самовнимание необходимо. Энергично защищая свою точку зрения на самоисследование, Шри Рамана никогда не настаивал на изменении чьей-либо веры или практики. И если был не в состоянии убедить своих последователей принять самоисследование, то был Рэн дать совет по другим методам. В диалогах этой главы он отвечает главным образом на вопросы почитателей о традиционных формах медитации – тхьяны. Обычно Бхагван определял медитацию как концентрацию на одной мысли при исключении остальных. Но иногда применял и более высокое определение, говоря, что истинная медитация – это удержание ума, пребывающим в атмане. Такая практика в действительности суть иное имя для самоисследования. Ибо, как он разъясняет в одной из ранних написанных им работ, постоянное удержание ума, установленном в атмане, одно и есть самоисследование, тогда как медитация есть размышление садхака о том, что он – брахман. В чем разница между медитацией – тхьяной и исследованием – вечарой? Оба метода ведут к одной цели. Те, кто не подготовлен к исследованию, должны практиковать медитацию. В медитации духовно устремленный, забывая себя, размышляет «Я – Брахман» или «Я – Шива». И с помощью этого метода держатся Брахмана или Шивы. В конечном счете остается знание Брахмана или Шивы как бытие, и наступает осознание, что это чистое бытие, то есть Атман. Тот, кто занят исследованием, начинает держаться за себя, и в процессе вопрошения «Кто я?» Атман становится ясным для него. Мысленное представление о себе высочайшей реальностью, которая сияет как бытие сознания блаженства. Есть медитация. Установка ума в Атмане, так, чтобы умерло нереальное семя заблуждения, есть исследование. Кто бы ни медитировал на Атмане с той или иной Бхавой умственным образом, достигает его только в этом образе. Тот, исполненный мира, кто остается спокойным без какой-либо Бхавы, добивается прекрасного и неизменного состояния кайвалии, бесформенного состояния Атмана. Медитация — это более прямой путь, чем исследование, так как в первом случае садхак держится истиной, а в последнем отсеивает ее от неистины. Для начинающего медитация на форме более легка и приятная. Такая практика ведет к самоисследованию, состоящему в отделении подлинной сущности от воображаемого. Если вас наполняют противодействующие силы, то полезно ли держаться истиной? Самоисследование непосредственно ведет к реализации за счет удаления препятствий, принуждающих вас думать, что Атман еще не реализован. Медитация различается в зависимости от степени продвижения искателя. Если он подготовлен, то может прямо держаться думающего, и тогда последний автоматически погрузится в свой источник, к чистой сознании. Если человек не может непосредственно держаться думающего, то должен медитировать на Боге, и за счет этого он станет достаточно чистым, чтобы прилепиться к мыслителю и погрузиться в абсолютное бытие. Медитация возможна лишь если сохраняется эго, ибо тогда есть оно и объект для медитации. И это, следовательно, косвенный метод, потому что существует один только Атман. При розыске эго, то есть его источника, оно исчезает, а то, что остается – Атман. И это прямой метод практики. Я не могу найти внутренний путь посредством медитации. А где еще мы сейчас находимся? Сущность нашего бытия и есть то. Будучи этой сущностью, мы заблуждаемся относительно нее. Неведение чего? И чье это неведение? Если человек в неведении о себе, то у него два «я»? Двух «я» нет, но нельзя отказаться от чувства ограниченности. Благодаря ограничениям, ограничение живет только в уме. Разве вы чувствуете его в глубоком сне? В глубоком сне вы существуете, а проснувшись, не отрицаете этого. Тон же Атман присутствует здесь и теперь при бодрствовании. Сейчас вы говорите об ограничениях из-за разницы между этими состояниями. Различия обусловлены умом. В глубоком сне его не было, тогда как сейчас ум активен. Атман же есть и при отсутствии ума. Я понимаю это, хотя и не осознаю. Осознание постепенно придет, если медитировать. Медитация выполняется умом. Как ей убить ум, чтобы обнаружить Атман? Медитация – это сосредоточение на одной мысли, которая не подпустит другие. Отвлечение ума – признак его слабости. Постоянная медитация усиливает ум. То есть слабость мимолетных мыслей заменяется неизменным фоном свободы от них. Этот простор лишенной мысли – суть Атман. Ум в его чистоте – Атман. Что такое Тхьяна – медитация? Это и есть пребывание с собой без какого-либо отклонения от своей истинной природы и без чувства я медитирую. В чем разница между Тхьяной и Самадхи? Тхьяна достигается посредством обдуманного умственного усилия. В Самадхи такого усилия нет. Какие факторы нужно принимать во внимание при проведении Тхьяны? Установившемуся в Атмане важно следить, не уходит ли он хотя бы в небольшой степени от полной поглощенности этим состоянием. При отклонении от своей истинной природы он может видеть яркие вспышки, слышать необычные звуки, слышать необычные звуки или принимать за реальность видение богов внутри или снаружи тел. Но ему нельзя обманываться этим и забывать себя. Как надо практиковать медитацию? По правде говоря, медитация — это Атма Ништха восстановиться в Атмане. Атма Ништха — ваша истинная природа. Оставайтесь тем, кто вы есть. Такова цель. Однако мысли все равно поднимаются. Наши усилия направлены только на то, чтобы их уничтожить? Да, медитация — удержание единственной мысли, а остальные не допускаются. Результат медитации — отрицание, поскольку мысли не подпускаются. В шастрах сказано Атма Самстхам Манах Критва Установив ум в Атмане Но Атман невообразим Почему вообще вы желаете медитировать? Из-за того, что хотите действовать, как вам сказано Атма Самстхам Манах Критва А почему бы не оставаться собой без медитации? Что такое Манах Ум? Когда все мысли уничтожены, он становится Атма Самстха, установленным в Атмане. Я могу медитировать на форме и уничтожать посторонние мысли, однако Атман бесформен. Медитацию на формах или конкретных объектах называют Тхьяны. Тогда как исследование в Атмане — это Вичары или Нидидхьясана — непрерываемое осознавание и бытие. В Тхьяне гораздо больше удовольствия, чем в чувственных наслаждениях. Тем не менее, ум бежит за последними, а не ищет первый. Почему? Удовольствие или страдание — это лишь стороны ума. Счастье — наша неотъемлемая природа. Однако мы забыли себя и воображаем, что тело или ум являются Атманом, а ошибочное тождество и вызывает страдания. Что делать? Эта склонность ума очень старая, проходит через бесчисленные прошлые рождения и поэтому достаточно сильна. Она должна уйти, прежде чем истинная природа счастья утвердит себя. Как следует практиковать Тхьяну? С открытыми или закрытыми глазами? Обоими способами. Главное — обязательная обращенность ума вовнутрь и поддержание его активности. Иногда при закрытых глазах скрытые мысли самопроизвольно нахлынут с огромной мощью. С открытыми глазами бывает трудно интровертировать ум и для этого требуется большой усилий. Когда ум воспринимает объекты, он загрязнен, в противном случае чист. Основное в Тхьяне — сохранять активность ума без соскальзывания на внешние впечатления и мысли о другом. «Пхагван, при медитации я чувствую сильный жар в голове, а если упорствую, то все тело начинает гореть. Как избавиться от этого?» «Если концентрация ведется с участием рассудка, то следствием являются чувства жара и даже головная боль. Сосредотачиваться следует в сердце, прохладном и освежающем. Расслабьтесь, и это облегчит вашу медитацию. Сохраняйте своем устойчивом, убирая всемежающие мысли мягко, без напряжения. Вскоре вы достигнете успеха. Как мне предотвратить засыпание при медитации? Если вы попытаетесь препятствовать сну, то это будет означать мышление в медитации, которого нужно избегать. Но если вы заснете в процессе медитации, то она будет продолжаться во сне и после него. Однако сновидение есть в ритте, мысль движения ума. И необходимо избавиться от сна, ибо конечное естественное состояние должно быть достигнуто сознательно Джаграти состояние бодрствования без этой мешающей в ритте. Бодрствование и сон — это просто изображение на экране природного свободного от мысли состояния. Пусть они проходят незамеченными. что же нужно брать объектом медитации? Все, что вы предпочитаете. Говорят, что Шива, Вишну и Гаятри одинаково действенны. На чем следует медитировать мне? на том, что вам нравится больше всего. Как объекты медитации они обладают равным влиянием. Однако нужно придерживаться только одного. Как мне медитировать? Сосредоточьтесь на самом приятном из объектов. Если преобладает одна мысль, то все остальные отходят на задний план и в конце концов искореняются. Разнообразие свидетельствует о присутствии плохих мыслей. Но когда доминирует объект вашей любви, то удерживаются только хорошие мысли. Поэтому прилепитесь только к одной мысли. Тхьяна это главная практика. Она подразумевает бой. Едва вы начнете медитацию, посторонние мысли столпятся, соберут силу и постараются утопить ту единственную мысль, которую вы пытаетесь удержать. При повторении практики хорошая мысль должна постепенно усиливаться. И когда она станет совсем могучей, остальные мысли обратятся в бегство. В медитации всегда идет такая ожесточенная битва. Человек хочет избавиться от страданий. Для этого необходимо спокойствие ума, то есть отсутствие смятения, вызываемого разного рода мыслями. спокойствие ума создается только тхьяной. Так как Шрибхагван говорит, что атман может функционировать в любых центрах или чакрах, в то время как его местопребыванием является сердце, то возможно ли, чтобы благодаря практике интенсивной концентрации или тхьяной на точке между бровями, этот центр сам стал местопребыванием атмана. Если вы сосредотачиваете внимание на каком-то месте тела, то любые обсуждения, касающиеся местопребывания атмана, будут просто теоретизацией. Вы рассматриваете себя субъектом видящим и место, на котором вы фиксируете свое внимание, становится объектом видения. Это и есть просто бхавана. Когда же наоборот вы видите самого видящего, то погружаетесь в атман, становитесь единым с ним. И это и есть сердце. В таком случае рекомендуется ли практика концентрации на точке между бровями? Конечным результатом практики любой разновидности тхьяны является то, что объект, на котором искатель устанавливает свой ум, перестает существовать как особенный и отдельный от субъекта. они субъект и объект становятся одним атманом. И это есть сердце. Почему Шрибхагван не предписывает практику концентрации на некотором определенном центре или чакре? Йога-шастры говорят, что Сахасрара — чакра, расположенная над головой, является место пребывания матмана. Пуруша Сукта заявляет, что сердце есть его место обитания. Чтобы дать возможность Садхаку избежать возможных сомнений, я предписываю ему взяться за ней или ключ чувства «я» или «я-естьмь» и следовать за ней до его источника. Это делается потому, что никто не питает сомнений относительно своего чувства «я», а также потому, что конечной целью любой садханы является реализация источника «я-естьмь» исходного факта вашего переживания. Поэтому, если вы будете практиковать самоисследование, то достигните сердца, которое есть атом. Я практикую хатха-йогу, а также медитирую «я-естьмь» брахман. После нескольких минут такой медитации в уме преобладает пустота, мозг разогревается и возникает страх смерти. Что мне следует делать? «Я-естьмь» брахман лишь мысль. Кто высказывает ее? Сам брахман так не делает. Зачем ему нужно говорить это? Истинное «я» тоже подобного не скажет, ибо «я» всегда пребывает как брахман, а данное изречение только мысль. Чья мысль? Все мысли происходят от воображаемого «я», то есть «я» мысли. Оставайтесь без мышления, ибо пока есть мысль, будет и страх. Когда я продолжаю думать об этом, то забываюсь, мозг накаляется и мне становится страшно. да, ум сосредоточен на мозге, и отсюда ваше ощущение жара. Оно вызвано «я» мыслью. Когда поднимается «я» мысль, одновременно возникает и страх смерти. Что касается забывания, то пока есть мышление, будет и забывание. Сначала идет мысль «я» есть брахман, а затем следует забывание. И забывание мышления определяется только «я» мыслью. Держитесь за нее, и она исчезнет словно призрак. То, что потом остается, есть подлинное «я», и оно «атман». мысль «я» есть брахман, помощь в концентрации, поскольку она не подпускает другие мысли. Когда будет сохраняться единственная эта мысль, узнайте чья она, и обнаружите, что она моя, идет от «я». Но откуда берется «я» мысль? расследуйте, тогда она исчезнет, и высочайший «я» высияет само по себе. Дальнейших усилий не требуется. Когда останется только одно «я», то оно не скажет «я» брахман. Разве человек непрерывно повторяет «я» человек? Если он в этом не сомневается, то зачем ему порозглашать себя человеком? Разве кто-нибудь принимает себя за животное, что должен говорить «нет, я не животное, я человек». Подобным образом, так как брахман или «я» единственная существующая реальность, то нет никого оспаривающего это, а потому нет нужды и в повторении «я» есть брахман. Зачем принимать этот самогипноз размышления о невообразимом? Почему бы не использовать другие методы, типа созерцания свечи, задержки дыхания, слушания музыки или внутренних звучаний, повторения священного слова ум или других мантр? Пристальный взгляд на свет притупляет ум и вызывает на некоторое время оцепенение воли, но постоянной пользы не приносит. Дыхательный контроль лишь временно парализует волю. То же происходит и при слушании звуков, если это не священная мантра, обеспечивающая помощь высшей силы в очищении и возвышении мыслей. Нам советуют сосредоточиваться на точке между бровями. Это правильно? Каждый сознает «Я есть». Оставляя в стороне это сознание, человек мечется в поисках Бога. какова польза от фиксации внимания между бровями? Просто глупо говорить, что там находится Бог. Цель данного вам совета помочь уму сконцентрироваться. Это один из силовых методов контроля ума и предотвращения его рассеяния, когда ум насильственно направляется в одно русло. Это помощь в концентрации. Однако наилучшим средством реализации является исследование «Кто я?» Настоящая беда в уме, и она должна быть удалена только умом. Я не всегда сосредоточиваюсь на одном и том же центре в теле. Иногда мне легче сконцентрироваться на одном центре, а иногда на другом. По временам, когда я концентрируюсь на некотором центре, мысль перемещается сама собой и устанавливает себя в другом центре. Почему? Может быть, причина кроется в ваших прошлых практиках, но в любом случае совершенно не важно, на каком именно центре вы концентрируетесь, так как истинное сердце находится в каждом центре и даже вне тела. На какой бы части тела или внешнем объекте вы не сосредотачивались, сердце находится там. Можно ли концентрироваться в одно время на одном центре, а в другое на другом? Или следует постоянно использовать один и тот же центр? Как я только что сказал, вреда не будет, где бы вы ни концентрировались, ибо сосредоточение только средство отбросить мысли. Какой бы центр или объект вы ни избрали, концентрирующийся всегда тот же. Некоторые говорят, что нужно медитировать только на грубых объектах, ибо постоянное стремление убить ум может оказаться гибельным. Для кого существует эта гибельность? Может ли катастрофа быть отдельной от Атмана? Нерушимое я-я, безграничный океан. Эго я-мысль, только пузырь на его поверхности, называемый дживой или индивидуальной душой. Пузырь также состоит из воды, ибо когда лопается, то просто смешивается с океаном. Оставаясь пузырем, он, однако, частица океана. Бесчисленные методы под различными названиями, такие как йога, бхакти, карма, каждая из которых имеет в свою очередь множество модификаций, неведа этой простой истины, с большим мастерством и в запутанных деталях обучает искателей только для того, чтобы соблазнить их и запутать их умы. Это относится к религиям, сектам и догматам. Зачем все они нужны? Только для познания Атмана. Они помощники и практики, требуемые для его познания. Объекты, воспринимаемые чувствами, считаются непосредственным знанием, протягши. Но что может быть непосредственнее Атмана? Всегда испытываемого без помощи чувств. Чувственные восприятия могут быть лишь косвенным, а не прямым знанием. Только собственное сознание человека есть прямое знание. И оно суть общее переживания одного и всех. Для познания себя никакие помощники не требуется. мантра организаций. Шри Рамана признавал вескость этого подхода, но очень редко сам давал мантры и никогда не использовал их как часть церемонии инициаций. С другой стороны, он высоко отзывался о практике наманджапа, непрерывном повторении имени Бога, и часто отстаивал ее как помощь тем, кто следовал пути отдачи себя. В главе седьмой говорилось, что подчинение Богу или Атману можно эффективно практиковать, постоянно осознавая, что существует не индивидуальное думающее действующее я, а только высшие силы, ответственные за все активности мира. Шри Рамана рекомендовал Джапо как эффективный путь развития этого отношения. Поскольку она заменяет сознание индивидуальности и мира постоянным сознанием этой высшей силы. На ранних стадиях повторение имени Бога является только упражнением в концентрации и медитации. Но с продолжающейся практикой наступает стадия, когда повторение начинает проводиться без усилий, автоматически и непрерывно. Эта стадия достигается уже не одной только концентрации, но полным подчинением Божеству, имя которого повторяется. Упоминая имя Господа, должно призывать его, тоскуя и безоговорочно отдавая себя ему. Только после такого подчинения имя Бога будет постоянно с человеком. Когда Шри Рамана говорил об этой продвинутой стадии Джаппы, то его идеи получали почти мистический размер. Он мог сказать о тождестве имени Бога и Атмана, а иногда даже говорил, что при осознании Атмана имя Бога само повторяется в сердце непрерывно и без усилий. Эта заключительная стадия достигается только после погружения практики Джаппы в практику самовнимания. Шри Рамана обычно иллюстрировал необходимость такого перехода, цитируя нам Дева, святого, жившего в XIV веке. Всепроникающая природа имени может быть понята только когда человек узнал собственное я. Если собственное имя не познано, невозможно обрести всепроникающее имя. Эта цитата взята из небольшой работы нам Дева «Философия божественного имени», полный текст, который дан в одном из ответов Шри Раманы, приведенном ниже в этой главе. Он впервые обнаружил ее в 1937 году и последние 13 лет жизни хранил копию в небольшом книжном шкафу рядом со своей кушеткой, сидя на которой принимал посетителей. Вхагон часто читал ее вслух, когда посетители спрашивали о природе и полезности Джапа, и это дает основание предположить, что он полностью одобрял ее содержание. Моя практика заключалась в непрерывной джапе имени Бога на вдохе и имени Ширди Сайбабы на выдохе. Одновременно с этим я все время вижу фигуру Сайбабы. Даже в Пхагване я вижу Сайбабу. Надо ли мне продолжать эту практику? Или лучше изменить ее? Ведь какой-то внутренний голос говорит, что если я буду держаться имени и формы, то уже никогда их не превзойду. Однако я не могу понять, что делать после отказа от имени и формы. Просветит ли меня Бхагван в этом вопросе? Вы можете продолжать свою практику. Когда джапа становится непрерывной, то все остальные мысли исчезают и человек остается в своей истинной природе джапе или тхьяне. Мы поворачиваем свое ум вовне на мирское и поэтому не знаем нашей истинной природы, всегда существующей джапы. Когда сознательным усилием джапы или тхьяны, как называют их, мы предохраняем умом от посторонних мыслей, то остающаяся наша истинная природа, которой есть джап. Пока вы считаете себя именем и формой, вам и в джапе их не избежать. Они сами уйдут при осознании, что вы не имея ни формы. Другого усилия не потребуется. джапы или тхьяны естественно и как само собой разумеющееся приведут к этому. То, что сейчас считается средством джапа, впоследствии будет признано целью. Бог и имя не различаются. Это ясно показано в наставлениях нам Дева. Небо и преисподнюю и вселенную в целом насквозь пропитывает имя. Кто может сказать, на какие глубины ада и высоты рая оно простирается? Невежественно испытывает восемьдесят четыре лакха восемь четыре десятых миллиона видов рождений не зная сути вещей. Нам Дев говорит, что имя бессмертно. Формы бесчисленны, но имя это все. Само имя это форма. Нет различия между именем и формой. Бог появился и принял имя и форму. С тех пор имя восстановил веды. Знай, что нет мантры лучше имени. Те, кто утверждает иное, невежественны. Нам Дев говорит, что имя есть сам Кишава, Бог. Это известно только преданным почитателям Господа. Всепроникающую природу имени человек человек может понять только после того, как обнаружил собственное я. Без этого нельзя обрести всепроникающее имя. Когда он знает себя, то находит имя везде. Видеть имя отличного от поименованного значит творить иллюзию. нам Дев говорит спрашивайте святых. Никто не может осознать имя практикой знания медитации или аскезой. Сначала дайся гуру и познай, что я само есть то имя. После нахождения источника того я погрузи твою индивидуальность в самосуществующее и лишенное всякой двойственности единства. То проникающее за пределы Двайты двойственности и Адвайты и Двайты Титы превосходящего двойственность, то имя пронизало три мира. Имя и есть сам Парабрахман. где нет действия вызванного двойственностью. Та же идея содержится в Библии. Вначале было слово и слово было у Бога и слово было Бог. Поэтому истинное имя Бога окончательно открывается самоисследованием. Поскольку вы сами форма джапы, то что удивительного, если вы познаете свою собственную природу, исследуя себя? Джапа, которая до того выполнялась с усилием, будет после этого продолжаться неустанно и без усилий в сердце. Сколько времени я должен выполнять джапу? Надо ли мне одновременно сосредоточиваться и на образе Бога? джапа важнее внешней формы. Она должна практиковаться до тех пор, пока не станет естественной, начиная с усилием и продолжая до того момента, когда уже будет выполняться сама собой. Самопроизвольная джапа называется реализацией. джапу можно выполнять даже будучи загруженным другой работой. То, которое и есть единственная реальность и она может выражаться формой, джапой, мандрой, вечарой или какой-нибудь другой разновидностью попытки достичь ее. Все эти практики в конце концов приходят к одной единственной реальности. Бхакти, Вичарой, Джапа только различные виды наших усилий воспрепятствовать нереальности. Нереальность сейчас выступает как навязчивая идея, в то время как наша истинная природа реальность. Мы упорно продолжаем обманываться нереальностью, то есть привязанностью к мыслям и мирским активностям. их прекращение откроет истину. Все попытки направлены к тому, чтобы не допускать их, думая только о реальности. Хотя она и есть наша истинная природа, похоже, что мы думаем о реальности только пока занимаемся этими практиками. Все, что мы делаем, действительно равнозначно удалению препятствий к открытию нашего истинного бытия. Эти попытки обязательно приведут к успеху. Реализация – это наша природа. Ничего нового приобретать не требуется, так как новое не может быть вечным. Поэтому нет нужды сомневаться в утрате или получении атмана. Полезно ли выполнять джапу, если знаешь, что самым прямым путем является самоисследование? Все методы полезны, потому что они в конечном счете ведут к исследованию. Джапа наша истинная природа. Когда мы осознаем себя, то джапа продолжается без напряжения. Средство, применяемое на одной стадии, на другой становятся уже целью. И когда джапа постоянно длится без усилия, то это и есть реализация. Я не разбираюсь в писаниях и считаю метод самоисследований слишком трудным для меня. Я мать семерых детей, и обилие домашних забот оставляет очень мало времени для медитации. Я прошу Бхагвана дать мне более простой и легкий метод. Ни не изучение, ни знания писаний не требуется для познания атмана. Так же, как человек не нуждается в зеркале, чтобы осознавать себя. Нужно только в конце концов отбросить все знания, как не атман. Ни поддержание хозяйства, ни уход за детьми не будут обязательно являться препятствием. Если вы не способны на большее, то, по крайней мере, мысленно говорите себе «Я, я», как это рекомендуется в «Кто я». Если человек будет постоянно думать «Я, я», то обязательно придет к этому состоянию «Атману» или «Я». продолжайте повторять это во время любой работы, независимо от того, сидите вы, стоите или ходите. «Я» имя Бога, первая и высочайшая из всех мантр. Даже ум вторая после нее. Какая практика лучше для сдерживания ума? непрерывно произносить аджапу, невысказанную мантру, или омкар, звуком? Что вы подразумеваете под невысказанной и самопроизвольной джапой? Аджапой. Если вы шепчете «Сохам, сохам, яон, яон», то будет ли это аджапой? На самом деле аджапа это непроизвольная джапа, выполняемая без участия губ. Не зная этого действительного ее смысла, люди думают, что она сводится к тысячекратному устному произнесению «сохам, сохам», с подсчетом на пальцах или четко. Перед началом джапы предписывается контролировать дыхание. Это означает, что первой выполняется пранаяма, регулирование дыхания, а затем уже повторение мантры. При пранаяме прежде всего закрывается рот, не так ли? Если пять элементов в теле ограничены и удержаны остановкой дыхания, тогда то, что остается, есть истинное «Я». Это «Я» само будет всегда повторять «Ахам, Ахам, Я, Я». И это и есть Аджапа. Как же теперь словесное повторение может быть Аджапой? Зрелище истинного «Я», совершающего Джапу самопроизвольно, ненамеренно, нескончаемой струей, подобно непрерывному потоку масла, есть Аджапа, Гаятрии и все вообще. Если вы знаете, кто делает Джапу, то узнаете ее сущность. Если вы пытаетесь отыскать выполняющего Джапу, то она сама становится Адманом. Значит, Джапа с участием губ совершенно бесполезна? Кто говорит, что пользы нет? Такая Джапа средство для чита-шутхи очищения ума. При частом выполнении Джапы усилие становится более зрелым и рано или поздно ведет к правильному пути. Хорошее или плохое, но сделанное никогда не бывает напрасным. Однако о различиях, достоинствах и недостатках каждого действия надо судить, только учитывая стадию духовного развития данной личности. Мысленное Джапа лучше словесной? Словесная Джапа состоит из звуков, которые следуют за мыслями, ибо человек должен подумать, прежде чем выразить их словами. Мысли составляют ум, и поэтому мысленное Джапа лучше словесной. Не следует ли совмещать созерцание Джапы с ее словесным повторением? Когда Джапа становится внутренней, есть ли потребность в звуках? Джапа, ставшая внутренней, становится созерцанием. Тхьяна, созерцание и мысленное Джапа имеют одну и ту же цель. Когда исчезает разношерстность мыслей, и одна мысль удерживается, чтобы не допустить все остальные, то это называют созерцанием. Цель Джапы или Тхьяны является исключением некоторого числа мыслей и ограничение себя одной единственной. Затем эта мысль тоже исчезает в своем источнике, чистом сознании, атмане. Ум занимается Джапой и затем погружается в собственный источник. Говорят, что ум находится в мозгу. А где расположен мозг? Он в теле, а я говорю, что само тело проекция ума. Вы толкуете о мозге, когда думаете о теле, но это ум творит тело, в нем мозг, а также убеждает, что последний есть его, то есть ума, место пребывания. Шрибхакван сказал, что Джапу нужно проследить до ее источника. Разве тут имеется в виду не ум? Все такие сомнения только действия ума. Джапа помогает установить ум на единственные мысли, которые подчиняются все остальные, пока они не исчезнут. Когда Джапа становится созерцательной, то это Тхьяна. Она ваша истинная природа, но тем не менее ее зовут Тхьяной, ибо для выполнения тут требуется усилие. Оно необходимо при разнородности в мыслях, потому что в этом случае непрерывность единственной мысли вы зовете медитацией или Тхьяной. Если она станет совершенно легкой, то обнаружит себя вашей истинной природой. Люди дают Богу какие-то имена, говорят, что такое имя священно, а его повторение заслуга человека. Это правда? А почему бы и нет? Вы носите имя, на которое откликаетесь, но ваше тело не родилось надписанным на нем именем и не сообщает каждому, что называется так-то. И однако имя дано вам, и вы отвечаете на него, потому что отождествили себя с ним. Поэтому имя все же что-то означает и не является просто выдумкой. Подобным образом имя Бога также действенно. Повторение имени это вспоминание того, что оно обозначает, а отсюда и заслуга. Когда я выполняю джапу в течение часа и более, то впадаю в состояние подобное глубокому сну. При пробуждении я вспоминаю, что моя джапа была прервана и начинаю снова. Подобное глубокому сну это верно. Это естественное состояние. Но сейчас вы связаны с эго, а потому полагаете, что естественное состояние нечто прерывающее вашу работу. поэтому необходимо повторение этого переживания до тех пор, пока не осознаете, что оно есть ваше естественное состояние. Тогда вы обнаружите, что сама джапа является посторонней, но она все еще будет продолжаться автоматически. ваше нынешнее сомнение вызвано ложным отождествлением себя с умом, выполняющим джап. Цель джапы привязать ум к одной мысли, чтобы исключить все другие. И она ведет к тхьяне, которая завершается самореализацией или тхняной. Как мне следует проводить джапу? Нельзя произносить имя Бога механически и поверхностно, без чувства преданности. Поэтому механическое повторение непродуктивно. Тяжелые болезни не излечишь простым повторением наименования лекарства, но лишь его приемом. Подобным образом оковы рождения и смерти не исчезнут только после многократного повторения Махаваки, например, Яшива. Вместо того, чтобы бесконечно повторять Я Высочайшее, пребывайте как то Высочайшее сами. Страдание рождения и смерти не исчезнет от шумного бесконечного повторения Я то, но лишь от пребывания как то. Можно ли извлечь какую-нибудь пользу повторением священных слогов мантры, подобранных совершенно случайно? Нет. Нужно быть компетентным и посвященным в эти мантры. Это поясняет истории с царем и его министром. Как-то царь навестил своего премьера в его резиденции, но ему сказали, что тот занят повторением священных слогов. Царь подождал, а при встрече спросил, какая это была мантра. Премьер ответил, что самое священное из всех Каятри. Царь пожелал, чтобы министр посвятил его, но тот признался, что не может этого сделать. Тогда царь обучился этой мантре у другого человека и, снова встретив министра, повторил при нем Гаятри, чтобы убедиться, верно ли он ее произносит. Тот сказал, что мантра правильна, но царю она не подходит. Царь потребовал объяснений. Тогда министр подозвал стоящего поблизости мальчика слугу и приказал ему схватить царя. Приказ не был выполнен даже после многократных повторений. царь разгневался и велел этому же слуге арестовать министра, что было немедленно сделано. Тогда премьер рассмеялся и сказал, что случившееся и было тем объяснением, которое требовалось царю. Как удивился царь, и министр ответил, в обоих случаях приказ и исполнитель были одними и теми же, но власть оказалась различной. Когда слуге приказал я, результата не последовало, в то время как ваш приказ был выполнен незамедлительно. То же с мантрами. Меня учили, что мантра джапа очень мощное средство духовной практики. Атман это самая сильная из всех мантр. Она продолжается автоматически и вечно. Если вы не осознаете эту внутреннюю мантру, то вам следует привыкнуть к ней как джапе, который занимается с усилием, чтобы не допустить все остальные мысли. Постоянным вниманием к ней вы в конечном счете осознаете внутреннюю мантру, которая есть состояние реализации и не требует усилий. Твердость в этом сознании будет непрерывно и легко держать вас в ее потоке, несмотря на то, что вы можете быть сильно загружены другими делами. Благодаря повторению мантр ум обретает сдержанность. Тогда мантры становятся единой с ним, а также с праной, энергии, поддерживающей тело. Когда слуги мантры становятся едиными с праной, то это называют тхьяной. И при глубине и твердости она ведет к сахаджастхите и естественному состоянию. Я уже получил мантру, но люди пугают меня, говоря, что ее повторение может иметь непредсказуемые результаты. А это всего только пранава, Ом. Поэтому я прошу вашего совета, можно ли мне повторять ее? Я очень верю в эту мантру. Конечно, мантру следует повторять с верой. Она будет действовать сама по себе, или вы будете столь добры, что дадите мне дальнейшие указания? Цель мантры Джапы осознать, что та же Джапа уже продолжается в человеке даже без усилия. Словесная Джапа становится мысленной, а мысленная Джапа в конце концов открывает себя вечной. Эта мантра является истинной природой человека. Она также есть состояние реализации. Таким образом завоевывается блаженство Самадхи. Джапа становится внутренней и окончательно открывает себя как Атман. Это Самадхи. Существует устоявшаяся индуистская традиция, которая предписывает серьезным духовным искателям четыре стадии жизни. Брахмачарья – целомудренный ученик. Продолжительный период духовной подготовки предшествующей женитьбе обычно в учебных заведениях, дающих глубокое знание вед. Грихасха – женитьба и семья. Предполагается, что по завершении занятий стремящийся жениться, выполняя свои деловые и семейные обязанности добросовестно, но без привязанности к ним. Ванапрастха – лесной отшельник. Когда все семейные обязанности выполнены, обыкновенно подразумевается, что дети выросли и обзавели семьями, стремящийся может уединиться, обычно в лесу, и посвятить все время медитации. Саньяса – странствующий монах. На этой последней стадии искатель полностью уходит от мира и становится странствующим нищим монахом. Не имея материальных, социальных или финансовых связей с миром, Саньяси теоретически удаляет все привязанности, которые раньше препятствовали его движению к самореализации. Эта освещенная временем структура поддерживала общепринятые представления индийцев о необходимости оставить семью и вести медитативную жизнь целомудренного аскета при серьезной заинтересованности в осознании атмана. Шри Роману часто спрашивали о правильности этого мнения и он всегда отказывался подтвердить его. Он твердо отказывал своим почитателям и в разрешении оставить мерзкие обязанности ради медитативной жизни, всегда настаивая на том, что реализация доступна всем, независимо от обстоятельств материального характера. Не советуя отречься в буквальном смысле этого слова, Пхагван говорил своим почитателям, что с духовной точки зрения более действенно выполнять их обычный долг и обязанности, сознавая отсутствие индивидуального «я», совершающего действия или ответственного за действие тел. Он был твердо убежден, что направленность ума гораздо сильнее влияет на духовный прогресс, чем физические обстоятельства, и настойчиво разубеждал всех посетителей, считавших, что даже незначительные изменения обстановки духовно полезны для них. Единственными физическими изменениями, которые Шри Романа всегда приветствовал, были изменениями в диете. Он принимал распространенную индуистскую теорию диеты, утверждавшую, что характер потребляемой пищи влияет на количество и качество мыслей, и рекомендовал умеренное потребление вегетарианской пищи как наибольшую помощь в духовной практике. Эта диета классифицирует различные виды пищи согласно тем состояниям ума, которые они вызывают. Сатва – чистота или гармония. Молочные продукты, фрукты, овощи и зерновые считаются сатвической пищей. Потребление этих продуктов помогает духовно устремленным сохранять тихий спокойный ум. Раджас – активность. Раджастическая пища включает мясо, рыбу и пряности, такие как острый перец, лук и чеснок. Принятие этой пищи вызывает чрезмерную активность ума. Тамас – вялость. Испорченная несвежая пища или продукты брожения классифицируются как тамасические. они вызывают апатические оцепенелые состояния ума, которые препятствуют ясному четкому мышлению. У меня есть твердое желание отказаться от службы, чтобы всегда быть рядом с пхагаваном. Пхагаван всегда с вами и вы сами пхагаван. Чтобы осознать это, не надо оставлять работу или убегать из дома. отречения отречения подразумевает не внешний отказ от одежды, семейных связей, дома и тому подобному, но только внутреннее отбрасывание желаний, расположений и привязанностей. нет нужды отказываться от работы, только отдайте себя Богу, который носит бремя всех и всего. Отрекшийся от желаний фактически погружается в мир и обращает свою любовь на Вселенную в целом. Распространяющий любовь и расположение гораздо лучшее название для истинного поклонника Бога чем отрекшийся, ибо тот, кто отказался от ближайших связей, действительно раздвигает возопривязанности любви в более просторный мир, лежащий по ту сторону кастовых, религиозных и расовых границ. Саньяси, который явно сбросил одежды и оставил дом, поступил так не из отвращения к близким, но потому, что распространил свою любовь на всех других. В таком случае человек не чувствует, что он бежит из дома. Он оставляет его, как созревший плод дерева. Пока это состояние не наступит, безрассудно оставлять свой дом или работу. есть ли шансы у грехастки семьянина достичь мокши освобождения? Обязательно ли ему для этого становиться нищим? Зачем вы думаете, что вы грехастка? Подобные мысли, что вы саньяси, странствующий монах, будут преследовать вас, даже если вы покинете мир, как отрекшийся. Останетесь ли вы в миру или же отречетесь от него и уйдете в лес? Ум будет преследовать вас. Источником мысли является эго. Оно творит тело и мир и заставляет вас думать, что вы грехастка. Если вы отречетесь от мира, то это только заменит мысль грехастки на мысль о саньяси, о окружении дома на лес. Но внутренние препятствия всегда с вами. Они даже сильно возрастут в новой обстановке. изменение среды вам не поможет. Ум это единственное препятствие и он должен быть превзойден дома ли, в лесу ли. Если вы можете сделать это в лесу, то почему не дома? Следовательно, зачем менять окружение? Ваши усилия могут предприниматься даже сейчас при любом окружении. Возможно ли наслаждаться самадхи переживанием реальности, будучи занятым мирской работой? Помехой этому является чувство «я работаю». спросите себя «кто работает?» Вспомните «кто вы есть на самом деле?» И тогда работа не будет связывать вас. Она будет выполняться автоматически. Не предпринимайте усилия ни к работе, ни к отречению. Ваши усилия и само есть узы. Чему суждено случиться, случится обязательно. если вам не суждено работать, то даже стремясь к работе, вы не найдете ее. Если вам суждено работать, то работы не избежать. Вы будете вынуждены заниматься ею. Итак, оставьте работу высшей силе. По собственной воле отречься или остаться в миру вы не можете. Пхагаван вчера говорил, что при поиске Бога внутри внешняя работа будет продолжаться автоматически. В описании жизни Шри Чайтаньи сказано, что наставляя учеников, он на самом деле искал Кришну внутри, полностью забыв о теле и продолжая говорить только о Кришне. Я сомневаюсь, что работа может быть без ущерба предоставлена самой себе. Не следует ли уделять частицу внимания и работе тела? Атман есть все. Разве вы в стороне от Атмана? Или работа может продолжаться без Атмана? Атман является всеобщим. А потому все действия будут происходить в любом случае. Стараетесь ли вы изо всех сил заниматься ими или нет? Работа будет идти сама. Так как Кришна сказал Арджоне, что ему не нужно стараться убить Кауравов. Они уже убиты Богом. Это не его задача решаться на битву и беспокоиться о ней. Нужно только выполнять волю высшей силы. Но ведь работа может пострадать, если я не слежу за ней. Слежение за Атманом и означает слежение за работой. Вы думаете, что работа сделана вами, потому что отождествляете себя с телом. но тело и его активность, включающие эту работу, не отделены от Атмана. Какое имеет значение, внимательно вы к своей работе или нет? Ведь вы не следите за своими жагами, когда куда-то направляетесь, но через некоторое время вы уцели. Ходьба продолжается без вашего слежения за ней. Точно так же дело обстоит и с другими видами работы. Если человек постоянно держит Атман в памяти, то его действия всегда будут правильны? Должны быть, но такой человек не озабочен правильностью или ошибочностью действий. Его действия принадлежат Богу, а потому верны. Как мне успокоить ум, если им нужно слишком часто пользоваться? Чтобы уйти в уединение, я хочу отказаться от должности директора школы. Нет, вы можете оставаться там, где находитесь и продолжать работу. Какое скрытое течение оживляет ум и дает ему возможность выполнить всю эту работу. Оно атман, а потому настоящий источник вашей активности. Просто сознавайте его, когда работаете, и старайтесь не забывать. Даже тогда созерцайте фон вашего ума. Чтобы сделать это, не спешите, овладейте своим временем. Сохраняйте живую память своего истинного состояния даже в процессе работы, избегая спешки, вызывающей забываний. Будьте неторопливы. Практикуйте медитацию, чтобы успокоить ум и заставить сознавать истинное отношение к атману, который поддерживает его. Не воображайте себя исполнителем работы. Думайте, что ее делает течение, лежащее в основе всего. Отождествляйте себя с ним. Если вы работаете медленно, с внутренним вниманием, то ваша деятельность или служба не должна быть помехой. Разве на ранних стадиях практики поиск уединения и отказ от внешних жизненных обязанностей не смогут помочь искателю? Отречение всегда внутри, в уме, а не в уходе в лес, места уединения или в отказе от обязанностей. Главное следить, чтобы ум был обращен вовнутрь, а не наружу. Пойдет человек туда или сюда, откажется отдавать жизненные долги или нет, это в действительности от него не зависит, ибо все события происходят в соответствии с судьбой. Все активности, через которые должно пройти тело, определяются в самом начале его существования, а потому принятие или отвержение их от вас не зависит. Здесь вы свободны только повернуть ум вовнутрь и там отречься от этих активностей. Но разве не может что-нибудь служить помощью, особенно для начинающего, словно ограда вокруг молодого деревца? Например, разве наши писания не говорят, что полезно отправиться в паломничество к святыням или получить сатсанг? Кто сказал, что это бесполезно? Но такие действия не зависят от вас, тогда как обращение вашего ума вовнутрь зависит. Многие жаждут паломничества или сатсанга, упомянутых вами, но в силе получают их. Почему нам остается только обращение вовнутрь, а не что-либо внешнее? Если вы хотите идти к основам, то должны исследовать кто вы и найти имеющего свободу или судьбу. Кто вы и почему обрели данное тело с его ограничениями? Для вечары уединение необходимо уединение есть везде, и человек уединен всегда. Его дело найти одиночество внутри, а не искать его где-то снаружи от себя. Уединение в уме человека. Один может быть в гуще мира, сохраняя тем не менее совершенное спокойствие ума, и такой человек всегда находится в уединении. Другой может жить в лесу, но быть не в состоянии управлять умом. О таком человеке нельзя сказать, что он уединен. Уединение определяется направлением ума. Человек, привязанный к мирским желаниям, не может достичь уединения, где бы он ни был. они привязаны и всегда пребывает в уединении. Значит, можно в одно и то же время заниматься работой, быть свободным от желаний и поддерживать уединение? Да, работа, совершаемая с привязанностью, является акулами, тогда как работа, выполняемая без привязанности, не затрагивает делающего. Даже в процессе работы такой человек пребывает в уединении. Наша каждодневная жизнь несовместима с подобными усилиями. Почему вы считаете себя деятелем? Возьмем простой пример вашего прибытия сюда. Из дома вы уехали на повозке, сели в поезд, высадились на здешней железнодорожной станции, снова сели в повозку, добрались до этого шрама. Вы, конечно, можете сказать, что сами пропутешествовали сюда от вашего города, но так ли это? Разве не факт, что вы оставались собой и на протяжении всего пути двигались не вы, а везущий вас транспорт? Вы смешиваете эти движения со своими собственными и тоже происходят с другими активностями. Они не принадлежат вам, являясь деятельностью Бога. Но как добиться прекращения активности и покоя ума среди домашних обязанностей, требующих постоянной деятельности? Поскольку мудреца считает деятельным только окружающее, а не он сам, то хотя мудрец может быть и выполняет громадную работу, в действительности он ничего не совершает. Поэтому его активность не мешает достижению бездействия и спокойствия ума. Ибо мудрец знает истину, что все происходит только в его присутствии. А сам он ничего не делает. Следовательно, он остается лишь безмолвным свидетелем всех деятельностей. Людям Запада уйти вовнутрь себя труднее. Да, так как они склонны к раджесу сверх активности ума, их энергия направлена наружу. Мы должны быть внутренне спокойны, не забывать админ, и тогда можно проявлять внешнюю активность. Разве мужчина, выступающий на сцене в женской роли, забывает, что он мужчина? Так мы должны играть наши роли на подмозках жизни, не отождествляя себя с этими ролями. Как мне убрать духовную лень других? А вы устранили свою собственную? Обратите ваши вопросы к Атману, и сила, утвердившаяся внутри вас, будет действовать также и на других. Но как мне помочь другому в его проблемах, его волнениях? Что за разговор о других, когда существует только единое? Попробуйте осознать, что нет ни я, ни вы, ни он, а присутствует только единое я, которое есть все. Если вы придаете значение проблеме другого, то верите в нечто отличное от Атмана. самую лучшую помощь другому вы скорее окажете осознанием единства всего, чем внешней активностью. Вы одобряете половое воздержание? Истинный брахмачарьи, давший обет целомудрие, тот, кто пребывает в брахмане. Тогда вопроса о желаниях больше нет. в ашраме есть твердое правило, что супруги могут поселиться в нем, только отказавшись от половой связи. А что толку от этого? Если она живет в уме, то какой смысл принуждать людей воздерживаться? Является ли женитьба преградой для духовного прогресса? Жизнь семьянина не препятствие, но следует делать все возможное для практики самоконтроля. Если человек очень стремится к возвышенной жизни, то его сексуальная васана утихает. Когда ум уничтожен, остальные желания также уничтожаются. Я согрешил. Это не имеет значения, если вы потом не думаете, что согрешили. Атман не знает никакого греха, и отречение от сексуальности является сокровенным, а не просто только интересным. Меня волнует вид груди моей молодой соседки, и часто мучает соблазн при любодеянии с ней. Что мне делать? Вы всегда чисты. Это ваши чувства и тело искушают вас, а вы путаете их со своим истинным я. Поэтому сначала познайте, кого соблазняют и кто. Но даже если вы нарушили супружескую верность, не думайте об этом впоследствии, потому что вы сами всегда чисты, вы не грешник. Как же искоренить идею пола? Уничтожением ложного представления о теле, как атмане. В нем нет сексуальности. Будьте атманом и тогда вы не испытаете сексуальных волнений. Может ли пост исцелить от полового влечения? Да, но только временно. Умственный пост реальная помощь. Голодание же не самоцель. рядом с ним должно идти духовное развитие. Полное голодание делает ум слишком слабым. Чтобы пост помог духовно, его нужно совмещать с духовным поиском. Можно ли с помощью поста духовно продвигаться? Голодание должно быть в основном умственным, воздержание от мыслей. Простое воздержание от пищи не только не принесет пользы, но даже расстроит ум. Духовное раскрытие скорее придет в случае регулирования ее приема. Но если в процессе месячного поста поддерживался духовный поиск, то в течение примерно десяти дней после его окончания, когда это сделано правильно и сопровождается умеренным здравым приемом пищи, ум станет чистым, устойчивым и сохранится таким. В первые дни моего прихода сюда я сидел с закрытыми глазами и был так глубоко поглощен медитацией, что с трудом отличал день от ночи. Я почти не ел и не спал. Когда тело движется, ему необходима пища, а сытый человек нуждается и во сне. При отсутствии движения сон не нужен, и для поддержания жизни достаточно совсем немного еды. Так было со мной. Когда же я открывал глаза, то кто-то предлагал мне полный стакан какой-то жидкой пищи. Это было все, чем я питался. Запомните следующее. Невозможно всецело отказаться от сна или пищи, кроме как при погруженности в состояние неподвижности ума. Когда тело и ум заняты обычными жизненными стремлениями, то и тело слабеет, не получая еды и сна. Есть различные теории касательно того, сколько садхак должен есть и спать. Некоторые говорят, что полезно засыпать в 10 вечера, а вставать в 2 часа ночи, то есть вполне достаточно на 4 часов сна. Другие полагают, что следует спать 6 часов. Иначе говоря, и в продолжительности сна, и в приеме пищи следует избегать крайностей. Если вы захотите полностью отказаться от чего-либо из них, то ваш ум всегда будет направлен туда. Поэтому садхак должен все делать умеренно. невредно принимать пищу 3-4 раза в день, но только не говорите «я хочу то, не это» и тому подобное. Кроме того, вы идите в течение 12 часов бодрствования, поскольку вы не питаетесь при 12 часах сна, но разве сон ведет к мокте? Ошибочно считать, что простая бездеятельность доставит искателя к цели. Какая диета предписывается искателю? Пища воздействует на ум. Для практики любого вида йоги вегетарианство абсолютно необходимо, так как оно увеличивает соответственность, чистоту и гармонию ума. Можно ли получить духовное просветление, употребляя мясо? Да, но следует постепенно от него отходить и приучать себя к сатвическим продуктам. Однако стоит вам достичь реализации, как различие в пище будет несущественным, ибо совершенно не важно, какое топливо подбрасывать в огромный костер. мы европейцы привыкли к определенной диете, а ее изменение повлияет на здоровье и ослабит умственные способности. Разве не нужно постоянно поддерживать свое физическое здоровье? Совершенно необходимо. Чем слабее тело, тем сильнее разрастается ум. При отсутствии нашей обычной пищи здоровье страдает и ум теряет силу. Что вы понимаете под усилением ума? Способность уничтожить мирские привязанности. Качество питания влияет на ум, так как он кормится потребляемой человеком пищей. Действительно, тогда как же европейцам приспособиться к чисто сатвическому питанию? Привычка это только приспособление к окружающей обстановке. И здесь все упирается в ум. Дело в том, что он приучен считать вкусной и полезной определенную пищу. Питательные вещества должны быть в равной степени как в вегетарианской, так и в невегетарианской диете. Но ум жаждет того, к чему привык и считает вкусным. Касается ли диетические ограничения человека, осознавшего себя? Нет. Он устойчив и не подвержен влиянию пищи, которую ест. Приготовление мясной пищи – это ведь тоже участие в убийстве? Ахимса – непричинение вреда. Самый главный принцип для практиков йоги. «Даже и растения живут, в том числе и плиты, на которых вы сидите. Можем ли мы постепенно привыкнуть к вегетарианской пище? Да, именно так. Курить безвредно? Нет. Поскольку табак – яд. Лучше обходиться без него, а потому прекрасно, что вы бросили курение. Люди порабощаются табаком и не могут его оставить, но он дает только временное возбуждение, за которым следует реакция организма, требующая больше. Это также не приносит пользы практике медитации. Вы рекомендуете отказаться от мяса и алкогольных напитков? Да, потому что такое воздержание полезно для начинающих. От них трудно отказаться не потому, что они действительно необходимы, а из-за того, что мы приучились к ним по обычаю и привычке. Вообще говоря, каким правилам стремящийся должен следовать. Умеренность в пище, умеренность в сне, умеренность в речи. И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалов, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. «Музыка» «Музыка» Субтитры сделал DimaTorzok